Канал CryptoInvesting приветствует вас новыми обзорами ICO. И сегодня перед нами проект с романтическим названием Viola. Команда данного проекта строит на блокчейн-платформе приложения для сообщества холостяков и людей, цель которых завести знакомство, общение, построение своих романтических отношений, ухаживание. А также для нахождения пар и создания семьи, ну или же просто для поддерживания романтики в отношениях. Платформа собирается использовать искусственный интеллект и с его помощью подбирать более качественные знакомства и определять подлинность намерений. Приложение призвано помочь пользователям избежать мошенничества и получить помощь по ряду возникающих в таких случаях проблемах. Вот есть видео на сайте, мы можем посмотреть. Так выглядит уже готовая платформа. Ну и надо сказать, что приложение Viola будет охватывать такие сферы, как проверку личности, подлинности данных, проводить консультации в сфере романтических взаимоотношений, осуществлять помощь в подборе товаров на торговой площадке, которая будет есть у этого приложения, получать советы и ответы на вопросы членов общества. Блокчейн и искусственный интеллект призваны сделать намерения людей прозрачными и доверие в сообществе полном. Обеспечить защиту персональных данных, поддержку конфиденциальности, хеширование этих данных. Ну вот надо сказать, что команда в данной сфере работает уже более 13 лет. И есть уже 4 приложения для знакомств, 2 веб-сайта, 4 автономных службы, которые действуют, конечно, в основном пока на Азию. Это такие страны, как Сингапур, Малайзия, Гонконг, Таиланд, Индонезия, Япония. У команды есть своя сеть пользователей. Ну и эта сеть как раз как бы вливается в данную платформу. Проходят тестирование и развитие приложения. На сайте мы можем с вами посмотреть особые возможности Виолы. Это использование искусственного интеллекта, блокировки и использование смарт-контрактов. Есть система, которая дает рекомендации и консультации. На блокчейне построена проверка по длинности в реальном времени, кошелек и хеджирование системы. И есть маркетинговая платформа, на которую могут быть предоставлены товары и услуги. Дает система советы по взаимоотношениям, рекомендует товары и услуги. Составляет смарт-договоры и проверяет кошелек. Проверяет подлинность в реальном блоке. Ну и поддержку, осуществляет поддержку общества и хеджирование системы депонирования. Как проходит знакомство и вообще сама работа всей системы. На первом этапе пользователь загружает свою фотографию на свой профиль. Система Viola просит пользователя, чтобы он смотрел в приложение, рассмотрел свое лицо, сканируя это лицо. Соответственно, дальше Viola сопоставляет это отсканированное лицо и проверяет, распознает лицо. Проверяет социальные сети пользователя и находит соответствие. Если, соответственно, не найдено или лицо плохо отсканировано, не соответствует той фотографии, которую предоставил пользователь, то, соответственно, Viola просит проделать это еще раз. Далее на четвертом этапе данные пользователя зашифровываются и сохраняются на телефоне, но используется открытый код. Viola принимает все меры дополнительной безопасности, проводит хеширование данных, подтверждает идентификацию пользователя. Эта идентификация хранится в блокчейн и повторяет процесс проверки уже профиля и хранит этот анализ проверки в блокчейне. Как работает токен? Понятно, что токен обслуживает систему и, в принципе, без токена вы не можете воспользоваться всеми преимуществами данной системы. Надо отметить, что есть уже готовый продукт, хорошо прописан бизнес-план, экономика токена просчитана. Проект направлен на развитие, начат он в 2015 году и предполагается его развитие и завершение в 2020 году, когда планируется привлечь на данную платформу 25 миллионов пользователей. По дорожной карте мы видим, как будет развиваться. Данный проект, в принципе, все логично, все понятно. Команда представлена, описание их функционала есть, есть возможность перейти в LinkedIn, почитать о них подробнее. Адвайзеры известные, вполне опытные в разных сферах люди. Ну что, проект, как вы видите, в СМИ достаточно имеет большую огласку, он интересен. Что еще хотела отметить, в соцсетях представлен хорошо. Ну вот, допустим, если мы пройдем по ссылочке в Medium, мы с вами увидим, что практически каждую неделю команда выкладывает свой обзор новости за неделю. Это происходит регулярно и не только на Medium, но и, надо вам сказать, что в Buildtoken тоже самое. Редко такая команда удостаивает нас таким вниманием к своим подписчикам. Вот, обратите внимание, это последние новости. Где-нибудь в середине страницы откроем и увидим с вами еще новости. И так по всему, по всей ветке. Постоянно комментируют, постоянно выкладывают новости. Это очень приятно, это радует, это говорит о том, что команде не безразличное их развитие. И они не забывают о своих сторонниках. Есть программа Bounty. Ну, с ней надо разбираться, ее надо читать. Здесь есть свои нюансы. Ну что ж, на сегодня все. Оставайтесь с нами. Всех благ.